Я вот не хотел говорить, я же говорил, но я же говорил. Домашние студии звукозаписи это наше все, это наше просто спасение, друзья-музыканты. Но обо всем по порядку. Всем привет, с вами Маста Крафта на этом YouTube-канале, помогая вам добиться желаемых результатов в мире музыки намного быстрее. Сегодня мы поговорим вот о чем. К сожалению, коронавирус и самоизоляция, и карантин, они продолжаются. И не месяц, не два, я думаю, это еще на много месяцев все затянулось. Не будем говорить, обсуждать очевидные негативные последствия, но для нас, для музыкантов, в принципе, кризис это время возможностей. И именно те музыканты, которые заранее, они знали, иллюминаты им сказали, что кризис надвигается, они потихонечку собирали свою домашнюю студию звукозаписи. Да, как бы и были во всеоружии. Так, тут надо эту шапочку из фольги, как бы, и так далее. Так вот, музыканты делятся на два типа. Те, которые ходят на студию звукозаписи, и там записываются, или играют, или так далее. И музыканты, которые, как раз по совету иллюминатов, все это время собирали, апгрейдили свою домашнюю студию звукозаписи, и потихоньку, потихоньку у них это во что-то вылилось. Кто-то, может быть, только что начал собирать домашнюю студию, кто-то, может быть, планирует собирать домашнюю студию, потому что, камон, потому что студии в городе закрыты, а записываться хочется. И мы имеем следующую ситуацию. Музыканты, которые ходили на студию, они просто сидят дома и пинают, потому что им делать нечего. И это обидно, когда у музыканта есть желание, есть вдохновение, и самое главное, и у них есть время, но они не могут ничего с этим делать. С другой стороны, музыканты, которые из домашней студии звукозаписи, они, знаете, как в этих типичных американских фильмах, там такой писатель, художник, дом у озера, он просыпается, у него легкий творческий кризис, но он пишет, он смотрит в окно, он снова пишет. Короче, понятно, что без очевидных минусов домашние музыканты, которые из домашней студии звукозаписи, они кайфуют, а что бы им не кайфовать, потому что у них как бы все здесь, они могут сводить, записывать, обрабатывать, принимать заказы и так далее. Поэтому именно сейчас лучшее время для того, чтобы уже признать, что домашняя студия звукозаписи, это тренд на ближайшее время, да. Раньше вам приходило ходить на студию звукозаписи, потому что 20-30 лет назад вы не могли это сделать, вы не могли пойти купить микрофонную студию, этот звуковой интерфейс, их не было. Сейчас вы можете там, не знаю, за 50 тысяч рублей, вы можете пойти и купить все, что вам нужно. Ну, возможно, за исключением компьютера, но компьютеры у вас есть, я уверен. Все, вы идете, покупайте звуковой интерфейс, колонки, мониторы, конечно же, да. Поэтому давайте сейчас рассмотрим, что вот вам нужно, прям стартап, с чего начать, как бы стратегия, что, зачем и так далее. Поэтому приступим. Понятно, что мозги любой студии звукозаписи, это компьютер, потому что там вы все финализируете, все сводите, и тут как бы Mac, Windows, мы на нашем канале все это обсуждаем, на нашем, да, как бы, ну, потому что наш, мы площадка, мы музыканты, здесь обмениваемся мнением. Поэтому главное, чтобы ваш компьютер был банально быстрый, то есть это с большое количество оперативной памяти, чем больше, тем лучше, ну и, соответственно, все посовременнее, тут уже, как говорится, насколько уже у кого хватает сил и возможностей. Поэтому быстрый, шустый компьютер, то, что вам нужно. Эти, видеокарты, вот это вот все, там дюймы, матрицы, все это, неважно. Главное, чтобы он был быстрый, чтобы ваши плагины, синты, все это прогружалось, особенно, если вы работаете в электростилях и так далее, то, конечно же, вам нужен мощный процессор. Двигаемся дальше. Вот у вас есть компьютер, вы хотите писать музыку, типа, на чем слушать? Ноутбук встроенный, нет, не то. Вам нужны наушники для начала. В моем случае это AKG K271 Mark II. Это очень классные наушники, и всем, скажем так, стартап-музыкантам, я советую покупать наушники закрытого типа. Наушники закрытого типа, это те, у которых здесь нет дырочек, здесь у нас сплошная пластмасска. Что это значит? Что? Когда вы записываетесь, когда вы сводите музыку, у вас звук не выходит наружу, потому что есть открытые, у которых сеточка, есть полуоткрытые, полузакрытые, тогда, неважно. В общем, глобально закрытые, те, из которых музыка не выходит. Почему советую вам закрытые? Ой, я, кстати, ничего не слышал. Почему советую вам закрытые? Потому что, скорее всего, у вас будет в ближайшее время одна пара наушников, и поэтому, если у вас потом появится микрофон, и вы будете что-то зачитывать, то вы не хотите, чтобы, когда вы были в наушниках, я себя не слышу, точнее, я, наоборот, слишком сильно слышу себя, чтобы в микрофон из наушников звук не попадал. Вам нужно, чтобы ваш вокал был максимально чистым, поэтому берете закрытые. Плюс, если вы, очевидно, там живете с родителями, с женой, там, с девушкой и так далее, вот вдохновение ночью приспичило, не знаю, беточки пописать. Вы на деле, и все. Если у вас открытые наушники, вы разбудите всю свою квартиру. Поэтому закрытые наушники. Двигаемся дальше. Дальше. Это звуковая карта. Звуковая карта здесь, в принципе, мы подошли к такому моменту, как, в общем-то, и автомобили. То есть, сейчас настолько уже технологии, что откровенного говна прям вы не купите. И все тут просто, вот на что у вас хватает денег, то и покупайте. Есть, конечно, различные предпочтения по брендам и так далее, но в целом просто смотрите, чтобы, если у вас один микрофон, как, например, у меня, то берите там самую минимальную звуковую карту, и этого будет достаточно. И чем больше денег у вас, тем лучше. Качество будет только расти. Но, в принципе, даже если вы купите какой-то стартовый Focusrite с двумя там каналами, вам это не будет за глаза. Поэтому тут даже останавливаться не буду. В моем случае моя религия это Apollo Twin. У меня квад с четырьмя процессорами. Universal Audio. Это видео проплачено. Я... Как это... Короче, нет ничего лучше в мире, кроме Universal Audio. Все. Двигаемся дальше. Соответственно, мы хотим теперь что-то записать. Нам нужен микрофон. Микрофон нужен конденсаторный. Что такое конденсаторный? То есть с большой диафрагмой, не сценический, который держится вот так, динамически. Вам нужен конденсаторный, который, в общем, студийный. Опять же, любой entry-level микрофон подойдет. Недавно мы с одним из моих, я надеюсь, подписчиков разговаривали. Он сказал, что у него был, по-моему, Behringer B1 микрофон. Я сказал, что у меня тоже был Behringer B1. Я не помню. Тогда он стоил что-то тысяч. Но он дешево стоил тогда давно. И типа, это был различный микрофон за свои деньги. То есть, как бы, тут ничего вас не должно останавливать. Главное, чтобы руки из правильного места, ну или там, да, голос из правильного места шел. И чтобы все это правильно обрабатывали. А сам качество микрофона, блин, если честно, вот тоже меня спрашивают, а какой микрофон лучше выбрать? Да они примерно все одинаковые. То есть, если взять планку в тысяча-полторы тысячи долларов микрофоны, там просто будут отличаться. У одного вот эти частоты задранные, у другого вот эти частоты задранные. У одного там есть переключалки, у другого нет переключалок. Но плюс-минус звучат они одинаково. Это так же, как, я не знаю, выбирать там седан класса C. Но они, в принципе, вот там 90% они одинаковые. Если не брать абсолютную паль, как офицца там, да. Вот, поэтому микрофон, опять же, по бюджету, смотрите. В моем случае, это Neumann, TLM-103. До этого я был просто адептом AKG C214, AKG C414. Отличные микрофоны, поэтому не заморачивайтесь. Берите микрофоны, желательно проверенные какие-нибудь, то есть, с брендами. Ищите скидки, кстати. Очень часто бывает на какие-то микрофоны скидки, если вы хотите купить, например, вот такой микрофон, там Neumann, TLM-103, но есть какая-нибудь аудиотехника с какой-то суперакцией, берите по суперакции аудиотехнику и будете то же самое. Просто, вы просто потом привыкнете к своему голосу, как, например, ваш голос звучит на этом микрофоне, и все, типа, не важно. Просто у кого-то вы будете что-то задирать, у кого-то что-то опускать. Ну, образно говоря. Двигаемся дальше. Соответственно, мы на компьютере все сделали, на наушниках все послушали, записали, но тут вдруг нам, ну, как бы, все, мы уже развились, хочется слушать уже на нормальном оборудовании, поэтому, конечно же, мониторы, то есть колонки. Колонки, это вот эти вот Genius, которые у вас остались от ваших родителей, да, с таким мышонком, по-моему, там логотип. Вот. Это не надо. Нам нужно, соответственно, мониторы. В моем случае, это Kerk Rocket 6, это предыдущее поколение, по-моему, Generation 3, это, по-моему, третье поколение. Сейчас вышло новое, очень классно выглядит. По мониторам, опять же, не стоит сильно заморачиваться, потому что, блин, во-первых, давайте признаем, мы находимся в спальнях, в залах, в комнатах и так далее, поэтому, понятно, что, чем дороже мониторы, тем лучше, но если вы поставите сюда какое-то high-end оборудование, ну, оно, очевидно, у вас не будет здесь раскрываться, так как оно бы раскрылось где-нибудь на профессиональной студии, поэтому нам нужен золотой середнячок. Kerk вполне проверены просто поколениями людей, поколениями, там, стилей, жанров, мониторы, и кто бы что про них не говорил, это такой вот, ну, такой вот автомат Калашникова, как бы, все ими пользуются в разных жанрах, они не идеальные, они не ужасные, они нормальные, наушники. вы можете настроить низы, вы можете настроить верха, все это настраивается, и вот, кстати, они у меня сейчас щелкнули, у них очень классный режим, как-то спящий режим, то есть, не надо лазить, их выключать, они отличные мониторы. Подставки под мониторы не обязательно, но желательно, чтобы изолировать их от гремящей, гудящей, резонирующей поверхности, например, ваш стол. С мониторами разобрались, а, еще, в моем случае, это 6-дюймовые, для наших обычных с вами квартир, не надо какие-то огромные мониторы, типа, это лишние деньги, все равно, вы не будете на, там, даже, приближаться к максимальной мощности, нет, то есть, понятно, что не надо какие-то маленькие пукалки покупать, но, 6-5 дюймов, это вот, я считаю, золотой такой, золотая середина, и тут вы не прогадаете, вам будет и громко, и по динамике все вы услышите, так что, если у вас там, ну, короче, 5-6 дюймов, это оптимальная золотая середина, поэтому убирайте что-то из этого. Возвращаемся немножко к микрофону, понятно, что, чтобы записать что-то на микрофон, нам нужен поп-фильтр, поп-фильтр для того, чтобы убрать п-б-частоты, вот эти, которые нам не нужны, понятно, что раньше мы все делали поп-фильтры из носков, но поп-фильтры сейчас стоят там порядка, не знаю, 20 долларов, и поп-фильтры, они все одинаковые, плюс-минус, опять же, поэтому любой поп-фильтр вас спасет. Микрофонная стойка, опять же, берите такую, чтобы не супердорогая, но чтобы и не шаткая, и не валкая, никакая, чтобы все надежно закреплялось. Микрофонный провод, вот, кстати, микрофонный провод, тут не советую вам экономить, потому что, если вы возьмете какой-нибудь дорогой микрофонный провод, он будет, опять же, стоит долларов, там, 20-30, ну, то есть, это не те деньги, из-за которых вы обанкротитесь, но все-таки лучше взять проверенный микрофонный провод, опять же, чем дороже, тем лучше не стоит покупать микрофон, там, за, типа, тысячу долларов, полторы тысячи долларов, и провод за, там, типа, 700 рублей, 500 рублей, и так далее, не стоит. На этом все, вот, все, что вы купите дальше, это уже просто, ну, скажем так, баловство, это, конечно, очень крутое баловство, и я готов тратить все на музыкальное оборудование, на его обновление, и так далее, но вот, что вы можете купить дальше? Конечно же, какой-то миди контроллер, то есть, у меня есть, вот такая вещь, которая называется, просто, миди контроллер, из двух октав, мне этого за глаза, потому что я, к сожалению, не умею играть, но я думаю, вы умеете играть, поэтому советую вам купить миди контроллер, а сейчас, а, в моем случае, это миди контроллер, но это не основное, у меня АКАЯ МПС Лайф, про которое я, вот у меня две религи, это Аполло Твин, и АКАЯ МПС Лайф, вот, все, между двух богов, как говорится, если вы не настолько погружены в тему МПС, то советую вам взять контроллер гибрид, то есть, что это такое, вы наверняка видели, когда есть и, как это называется, господи, клавиши, и сверху, опять же, типа пэдов, ну, почему типа пэдов, пэды, да, просто они не такие крутые, как здесь, но пэды, соответственно, вы можете и на пэдах, и, блин, я с этим микрофоном, как, как в 90-х эти, с телефонами ходили, и тыкали телефонами, короче, берете контроллер, с клавишами, берете контроллер, у которого сверху еще пэды, делаете музыку, и все, и ничего вас не останавливает, есть, ну, как бы, я всегда советую Акай, потому что, я пользуюсь Акай, это проверенная фирма, вот, найдете какие-то другие, покупайте другие, это все одинаково, понимаете, сейчас все одинаково, все круто, вы просто, просто выбирайте, просто начинаете создавать, в принципе, в принципе, на этом все, диджей, контроллеры тоже, ну, тоже примерно все одинаково, поэтому, друзья, собирайте свое домашнее студию, звукозаписи, не будьте зависимы от студии, от очередей туда, от эпидемий, и я надеюсь, что все равно скоро все это закончится, и тем не менее, опять же, этот избитый пример, про Билли Айлиш, которая записала свой, там, хитяо дома, в спальне, со своим братом, то, типа, все возможно, и поэтому, я надеюсь, что ваш следующий трек попадет в топ всего и вся, поэтому, поэтому, что нужно сделать? Нужно подписаться, я думаю, все-таки на этот канал, поставить лайк и написать в комментариях, что вы вообще думаете по поводу домашних студий, считаете ли вы, что будущее за домашними студиями? Я абсолютно убежден, что будущее уже, как бы, если вы еще не видите, то уже будущее за музыкальными студиями. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok